Как проверить свою криптовалюту на частоту? Данный вопрос все чаще становится актуальным в связи со случаями блокировок со стороны бирж. Обычный пользователь, как правило, узнает о том, что перевел на биржу грязную криптовалюту уже после перевода, когда ему об этом скажет биржа. Под грязной криптовалютой понимается, например, санкционная криптовалюта или криптовалюта, полученная в результате скама или, например, грабежа или в случае отмывания денег. Сами биржи, будучи централизованными и где-то зарегистрированными, обязаны осуществлять противодействие отмыванию денег. Противодействие отмыванию денег и расшифровывается как аббревиатура IML. В этом видео мы поговорим о том, как быть с другом для популярных бирж, а не врагом. И не попасть под заморозку. Перед началом видео забываю всех подписаться на YouTube и Telegram канал. У меня есть 20 телеграм-канала по майнингу, где вы сможете найти майнинг-новости, если интересно, присоединяйтесь. А также есть канал по криптоактивностям, где мы сможем получить бесплатно различные монеты и продать их на листинге. Если интересно, также заходите. Все оборудование, которое видите у меня на канале, покупается у крупнейшего в СНГ поставщика майнинг-центр. Здесь вы сможете найти любое майнинг-оборудование. Также у них есть свой крупнейший чат, где вы сможете обсудить плюсы и минусы того, или новое оборудование. Есть свой сайт, а также YouTube-канал. При покупке оборудования вы можете запросить скидку, указав, что узнали о подсвечке майнинг-центр через канал USMFOX. Все ссылки я оставлю в описании. Обязательно присоединяйтесь. Реально полезная информация. После того, как вы зарегистрируете кошелек, криптовалюта в нем начинает проходить свой некоторый жизненный цикл. Происходят обмены. Вы передаете криптовалюту. Вам передают криптовалюту. И тем самым на вашу криптовалюту во время взаимодействия вешаются невидимые ярлыки. Например, ваша криптовалюта участвовала в краже. Кто-то украл деньги у кого-то с биржи, например, или взломал какой-нибудь DeFi протокол. И потом частично эта криптовалюта начала расходиться по сети, и что-то перепало, в том числе и на ваш кошелек. Понятно, все это дело происходит не через одну транзакцию. Это так цепочками тихонечко может дойти до вас через 100 транзакций или через 20 транзакций. И тем самым ваша криптовалюта немножко испачкается. А может быть, испачкается и сильно. Или, например, когда ваш кошелек существует, на него попадут деньги с какой-нибудь крутой криптовалютной биржи, где все деньги чистые. В таком случае коэффициент здоровья, так сказать, вашего кошелька увеличивается. И на протяжении всего этого пути ваша криптовалюта становится грязнее и чище. И когда вы впоследствии переведете ее, например, на какой-нибудь обменник или на биржу, то в случае того, если она грязная, то вам могут об этом сказать. И, например, заморозить перевод. Вас, как обычного честного пользователя, вероятнее всего, это не коснется. Но в любом случае об этом нужно знать. Если вы хотите переводить большие суммы, то крайне желательно подстраховаться для того, чтобы все точно было хорошо. Итак, что именно анализируют в вашем кошельке и каких взаимодействий крайне желательно не допускать. Первое – это высокий уровень опасности. Это субъекты, связанные с эксплуатацией детей. Монеты, связанные с незаконной деятельностью. Монеты, связанные с жестоким обращением с детьми, терроризмом, наркотиками. Монеты с юридическим лицом, которое подлежит судебному разбирательству. Скам биржи, нелицензированные онлайн-игры, что-то вроде казино, незаконная деятельность. Монеты, которые пытались отмыть через миксер, например, там, Торнадо Кэш, для того, чтобы запутать следы. Все это также видно, когда они выходят из миксера. Ну и прочая незаконная деятельность, там, шантаж, санкции. Монеты путем обмана, скам. Монеты, там, хищения, терроризм. Вот это вот самые главные отметки, которые сильнее всего пачкают вашу криптовалюту и делают ее грязной. Это мы назвали самые критичные категории. Следующая категория менее критичная. Это, например, через оператора криптовалютного банкомата полученные деньги, через биржи без KYC, нелицензированные P2P-обменники, также смарт-контракты, взаимодействие с неизвестными сервисами. Помимо этого, есть источники, которые ваши криптовалюты делают чистые и тем самым не вызовут никаких вопросов со стороны бирж, если вы будете, соответственно, переводить эти деньги на биржу. Это, соответственно, крутые криптовалютные биржи. Раз деньги у вас пришли с них, значит, они чистые. Потом это раздача монет от нового проекта, монеты с маркетплейсов законных. Очень важно то, что монеты, которые именно майнились, то есть те, которые только что там выпустились, ни у кого не были, они очень чистые и наличие в кошельке это большой плюс. Следующая эта монета получена с помощью eodrop и лицензированных обменников P2P. Ну и последние три категории. Это монеты, связанные с потерными услугами, криптоактивы, арестованные органами государственной власти. То есть, если вы получаете от государства, то значит, они чистые. Ну и следующее – это безопасные онлайн кошельки. Осуществить проверку рисков вашего кошелька достаточно просто. Для этого мы переходим к специальному боту. Ссылку на него оставлю в описании к видео. В самом боте у вас будет одна бесплатная проверка, где вы сможете убедиться, что с вашим кошельком все хорошо. Здесь после того, как перейдете, нажимаете на «Мой аккаунт» и здесь необходимо нажать на «Настройки». После этого выбрать способ проверки и выбираете «Advanced» – «Расширенный способ». У вас по умолчанию будет написано «Обычный способ», но нужно «Расширенный» для того, чтобы получить больше данных. Нажимаю кнопочку «Назад», «Еще раз назад» и нажимаем «Проверка». Здесь мы вводим USDT в сети TRC20. В моем случае я хочу проверить именно кошелек USDT в сети TRON. Вы можете выбрать, соответственно, другие блокчейны и кошельки. Вот USDT TRC20. Хочу проверить адрес. Здесь вставляю адрес TRON кошелька. Я нашел его на просторах сети. И сейчас будем ждать результатов его обработки. Получаем следующий результат. Мы видим то, что адрес находится в зоне среднего риска. Из положительных моментов у него есть пересечения с хорошими биржами. Из плохих – то, что он использовался в нелицензированных P2P обменниках. И также написано, что он напрямую взаимодействовал с платформой Binance, Gate, Bybit и остальными. На нем 78 транзакций. Насколько я помню, это кошелек донатов у одной из майнерских монет. Когда они собирали деньги, по-моему, на листинг, на какую-то биржу. Следующая интересная вкладка – это расследование. Например, если вы перевели деньги злоумышленнику, вы можете расследовать, куда они попали. Если они попали, например, на централизованную биржу, вы можете пожаловать в техподдержку. И его заморозят. И, возможно, дальше пройдут какие-то дополнительные разбирательства по возмещению ущерба. Хоть это все и маловероятно, но такая вероятность есть. Поэтому, если вы потеряли деньги, то можете воспользоваться данной функцией. Но обычно злоумышленники не переводят ворованные деньги на биржах со своим KYC. Вставляю адрес кошелька для проверки. Предположим, что вот этот кошелек у нас мошеннический. Посмотрим, в какой монете мы будем расследовать. Пускай будет USDT. И теперь ждем результаты. Давайте посмотрим полный отчет. Таким образом, мы получили полный отчет, что, где и откуда поступал на этот кошелек и куда уходило. Вот таким образом можем отслеживать, соответственно, поступившие USDT и отправленные. Как видите, в целом все прозрачно. Если вам интересно, куда именно уходят деньги с того или иного кошелька, то вы можете добавить его в отслеживаемые кошельки. Для этого в боте выбираем трекинг, нажимаем создать подписку. При этом здесь первый месяц будет бесплатный. Выбираем TRON, вводим этот адрес. И все, теперь мы за ним следим. Также можем отключить слежение, если это больше не нужно. Вот таким вот образом легко и просто вы сможете определить, опасный ваш кошелек или не опасный для того, чтобы заводить с него деньги на биржу. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал по майнингу, если вам интересен майнинг, или на Telegram канал по криптоактивностям, если они вам интересны. Всем спасибо за просмотр!